Всем привет! Вы на канале InvestFuture и мы подводим финансовые итоги четверга. Ну что ж, друзья, несмотря на то, что рынки более или менее держатся, на рынке нефти в четверг мы увидели самую настоящую распродажу. Нефть Brent тестировала уровни ниже 40 долларов за баррель. Это важный психологический рубеж. Что происходит? Во-первых, ковид снова шагает по планете и, как точно написал кто-то из аналитиков сегодня, мир снова становится мрачным местом. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что страны ОПЕК наращивают поставки и таким образом дисбалансы спроса и предложения кажутся снова с нами. Ну, давайте немножечко поговорим по цифрам. Во-первых, по поводу ОПЕК. Скажем, Саудовская Аравия в сентябре нарастила экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки и довела его до рекордных уровней с мая. Россия в октябре также планирует увеличить поставки нефти на 9% месяц к месяцу. Ну и также после снятия блокады активно наращивает поставки Ливия. То есть нефти на рынке много. При этом мы видим, что, допустим, в Европе число случаев заражения приближается к весенним пикам. Например, в Испании уже сегодня заговорили о возможном ограниченном карантине, который не позволит людям выезжать из их районов. Да, даже в Москве сегодня мы слышали рекомендацию от Собянина для предприятий перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу. Одновременно с этим потребление падает. Например, от Блумберга есть статистика о том, что европейские нефтеперерабатывающие заводы сейчас имеют значительные излишки дизельного топлива, которое не было распродано за слабый летний сезон. Заводы в Финляндии, Франции и Нидерландах планируют резко сократить закупки сырья и на 25% в октябре снизить загрузку мощностей. И, что очень важно, начинает снова проседать авиасегмент. Спрос на авиатопливо падает. Число авиаперелетов в мире в начале этой недели снизилось до трехмесячного минимума. Причем это устойчивая тенденция. Среднее количество рейсов за неделю также бьет антирекорды с начала августа, пишет агентство Bloomberg. И логично, что с окончанием периода летних отпусков спрос на перелеты падает. Например, Люфтганда сообщает, что число бронирований за октябрь составляет всего лишь 10% от докоронавирусной нормы. Это действительно очень серьезные цифры. Ryanair отменяет рейсы на октябрь и готовится порезать зимнее расписание на ноябрь-март просто из-за отсутствия желающих летать. И это еще коронная ситуация не достигла совершенно очевидно своего пика. Это все давит на нефть и заставляет предполагать, что если ничего в лучшую сторону не изменится, а почему оно собственно должно, то нефть может уходить и на более низкие уровни, что конечно угроза и для рубля, и для российского рынка на октябрь-ноябрь. Особенно в сочетании с грядущими президентскими выборами в США и вероятной довольно жесткой антироссийской риторикой в преддверии этих выборов, а может быть и после, если побеждают демократы. Мы уже начали говорить про сектор авиаперевозок и The Wall Street Journal пишет, что с 1 октября без работы останется более 30 тысяч человек в авиаотрасли. Самые массовые сокращения среди сотрудников намерены провести американские авиакомпании American Airlines и United Airlines. Такое решение авиаперевозчики приняли из-за того, что законодатели и Белый дом пока не достигли какого-то внятного консенсуса по новому стимулирующему пакету. До истечения 1 октября срока действия предыдущего. И American Airlines и United Airlines заявляют, что так как остается слишком много неопределенностей, они вынуждены пойти на такие кардинальные меры. Правда, оба перевозчика выразили готовность вернуть сотрудников, если соглашение будет достигнуто в ближайшие несколько дней. Цитата United Airlines. Мы умоляем наших выбранных лидеров прийти к компромиссу, заключить сделку прямо сейчас и сохранить рабочие места. Очевидно, что какое-то громкое заявление по пакету фискальных мер окажет поддержку фондовому рынку. Но вопрос, насколько она будет устойчива, потому что уже так давно говорят про этот пакет фискальной помощи. И, вероятно, он не будет максимально ожидаемым рынком. И здесь мы, опять же, не можем исключать и обратной реакции разочарования и распродаж по факту. К этому сценарию тоже нужно быть готовыми. Не все хорошо и на фронте американо-китайских отношений. Стало известно, что Госсовет Китая по предложению местного гиганта в сфере высоких технологий Huawei Technologies собирается поручить антимонопольному комитету начать расследование в отношении компании Google. Она обвиняется в использовании доминирующей на рынке операционной системы Android для подавления конкуренции. Но нужно сказать, что Huawei еще около года назад поднимала предложение разобраться с Google в Китае. Но после последних достаточно агрессивных действий президента Трампа по отношению к китайским компаниям, кажется, эта история обрела второе рождение. И нужно понимать, что и сама Huawei попала под каток американских карательных мер. Не так давно она попала в черный торговый список США. Аналогичными действиями Трамп сейчас грозит и другой компании из Поднебесной – Semiconductor Manufacturing. А также, конечно же, вы все слышали про разборки вокруг китайской компании ByteDance, которая владеет супермодным приложением TikTok. Его призвали продать в кратчайшие сроки. И мы видим, что Китай отвечает, он приступает к серьезному пересмотру антимонопольного законодательства и резко повышает максимальные штрафы, расширяет критерии для оценки контроля той или иной компании над рынком. И, очевидно, первой жертвой становится глобальной, очень важной для штатов компания Google, которую обвиняют в подавлении конкуренции. Ну и совершенно очевидно, что тот факт, что Huawei находится в черном списке США, запрещает Google предоставлять техническую поддержку новым моделям телефонов Huawei, давать ей доступ к мобильным сервисам Google и пакету услуг для разработчиков приложений, которые пользуются большинство создателей приложения для Android. Ну, очевидно, что американские компании технологически вряд ли этим расстроены. И при этом получается, что Huawei просто лишается преимуществ на американском рынке и спрос на ее продукцию там будет падать. Китай недоволен и будет отвечать. И, безусловно, сейчас вот этот вот новый виток конфликта как нельзя не кстати, потому что рынкам и так тяжело перед выборами неопределенность, напряженность. А тут еще и снова начинают Китай со штатами выяснять свои отношения. Это может, конечно, добавить волатильности на рынке в ближайшие недели. Буквально вчера мы говорили с вами про IPO-манию, которая захлестнула рынки. И российские компании, кажется, пытаются на этом тренде прокатиться. Сразу две российские онлайн-платформы, интернет-ретейлер «Азон» и онлайн-кинотеатр «Айви» рассматривают возможность разместиться на американских площадках. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на двух банкиров, которые знакомы с ходом подготовки IPO. Размещение может пройти до конца года. И обе компании хотят привлечь денег на дальнейшее развитие. Но напомню, что «Азон» – это третий по обороту онлайн-магазин России. По итогам 2019 года продажи превысили 80 миллиардов рублей, количество заказов – более 30 миллионов. И «Азон» входит в рейтинг самых дорогих компаний «Рунета» по версии «Форбса» за 2019 год. Не так давно ходили слухи о том, что Сбербанк прицеливается к «Азону», купит часть или даже всю компанию. Но сейчас, по некоторым данным, переговоры со Сбербанком зашли в тупик, и «Азон» возвращается к идее проведения IPO. Ну и что касается «Иви» – это крупнейший российский онлайн-кинотеатр. В 2019 году его доля на рынке по объему выручки составила 36%. И мы видим, что еще в январе говорили о возможном IPO-компании. Сейчас, кажется, эта идея становится реальностью. Интересно, посмотрим. Дальше пару слов мне хотелось бы сказать про совкомфлот. Многие спрашивают, стоит ли принимать участие в этом IPO. Тема действительно острая, потому что заявки на участие принимаются до утра 6 октября. Что мы знаем про совкомфлот? Это государственная судоходная компания, которая занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой занимается, разработкой шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг. Компания участвует в обслуживании таких крупных нефтегазовых проектов в России и мире, как Сахалин-1, Сахалин-2, Новый Порт, Ямал-СПГ и других. Ее флот насчитывает 146 судов. Сейчас совкомфлот это на 100% государственная компания. И в рамках IPO государство все равно планирует сохранить статус мажоритарного акционера. То есть это не будет какая-то очень частная история. Но при этом здесь хотелось бы отметить, что в рамках IPO компания планирует привлечь 500 миллионов долларов, которые будут направлены на общекорпоративные цели, включая индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. Акции планируются разместить в диапазоне ценовом от 105 до 117 рублей. И, соответственно, после этого, после размещения 7 октября акции уже начнут торговаться на московской бирже. Нужно понимать, что сейчас, конечно, очень большой есть запрос, мне кажется, на рынке, на новые инвестиционные идеи. И в этом смысле вот даже те вопросы в комментариях, которые вы задаете, мне кажется, этот интерес отражают. О, новая компания, что-то интересное, такой там не самый типичный бизнес. По Совкомфлоту нужно понимать также то, что это компания, которая получает валютную выручку, почти 100%. Это валюта и, безусловно, это плюс в текущей ситуации, когда многие опасаются девальвации. То есть такая компания может считаться таким неким хеджем от ослабления рубля. При этом на дивиденды Совкомфлот направит 50% от чистой прибыли по МСФО. Текущий объем выплат будет рекордным для компании. В общем, я думаю, что IPO может получиться довольно удачным, если не вмешаются какие-то внешние факторы. Но, опять же, здесь у нас, как и при любом IPO, есть риски. И также непонятно, насколько высокой будет аллокация. Вот как раз-таки с учетом интереса, который к компании проявляют. Потому что и многие фонды тоже собираются прикупить немножечко Совкомфлота на размещении. Поэтому вам, как маленьким частным инвесторам, в принципе, может особенно и не достаться. Но, если вы готовы рискнуть, попробовать можно. Потому что это действительно довольно интересная компания. У нее очень хорошие показатели финансовые за последние несколько лет. И выручка, и чистая прибыль росла. Поэтому я попробую поучаствовать в качестве эксперимента. В конце концов, не так уж часто новые эмитенты на московскую биржу выходят. И, кстати, вот сегодня появилась новость о том, что еще ГК «Самолет» тоже собирается в ближайшем времени на московской бирже разместиться. Пишите в комментариях, планируете ли вы участвовать в IPO Совкомфлота и почему. Кстати, друзья, в нашем новом телеграм-канале «Ивстокс» мы уже публиковали по Совкомфлоту некую информацию. И вообще стараемся в этом канале освещать максимально актуальные темы по фондовому рынку. Ссылочка на канал есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, пожалуйста, если вы еще не с нами. И пишите в комментариях, нравится ли вам контент, если вы уже подписаны, что бы вы хотели там видеть. Пожалуйста, это очень для нас важно. Я, кстати, вчера сказала, что у нас в Телеграме «Ивстокс» есть пост про литиевые компании, а его не было. Я прошу прощения, я вас не намеренно ввела в заблуждение, но исправляемся и уже сегодня совсем скоро пост на канале будет. Между тем, клиенты Тинькофф Инвестиции сегодня изрядно понервничали. Утром обнулились все счета и, конечно, народ начал паниковать, спрашивать, что происходит. По некоторым данным, 44% пользователей столкнулись со сбоем всех сервисов. Еще 30% просто не могли войти в систему. Я честно скажу, я утром не заходила в приложение, поэтому у себя я такого не наблюдала. Но в целом до 10 утра Тинькофф решил проблемы. Говорит, что это связано с некорректным отображением информации в приложении. Деньги и активы никуда не пропали. Ситуация, по версии Тинькофф, затронула менее 2000 человек. И брокер тоже говорит, что к началу торгов проблема была устранена. Сбой произошел из-за технических неполадок во время процедуры утреннего обновления клиентских лимитов. Но это, конечно, неприятный момент. Хотелось бы, чтобы ни у Тинькофф, ни у Сбера, который тоже часто таким грешит, ни у других брокеров, не происходило такого внезапного обнуления счетов. Потому что люди, конечно, немножко в шоке. Особенно те, кто такой ебак видит в первый раз. Ты там копила-копила, потом раз у тебя все куда-то пропало. Но я хочу напомнить, что на самом деле, когда мы покупаем акции, облигации, другие ценные бумаги, они хранятся не у брокера, они хранятся в депозитарии. Поэтому брокер не может просто так взять и исчезнуть с вашими бумагами. Потому что есть зафиксированная электронная запись в депозитарии. Если в конце концов с брокером что-то случается, активы просто вы можете перевести в другую компанию. Другое дело, что вот кэш на счетах находится в более уязвимой позиции. У меня было отдельное видео о том, где хранятся ценные бумаги, какие есть риски, каких рисков нет. Посмотрите, если вам хочется этот вопрос для себя прояснить. Ссылочку оставим внизу в первом закрепленном комментарии. Ну и напоследок, друзья, интересная ситуация на рынке недвижимости складывается. Вот есть у нас тут свежая статистика о том, что по итогам сентября был зафиксирован рекордный за 4 года рост рублевых цен на жилье. На вторичном рынке в Москве квадратный метр подорожал на 1,3% месяц к месяцу. Ну, правда, в долларовом выражении недвижимость все равно продолжает дешеветь. Темпы снижаются. Если в августе в долларах недвижимость подешевела почти на 3%, то сейчас в сентябре менее чем на 1%. Но все равно, понятно, не очень приятная динамика. В первую очередь покупают бюджетные, но не самые дешевые варианты. И интересно, что вот я первым делом сказала про Москву. Но на самом деле в Москве с начала 2020 года один из самых скромных темпов роста цен. С начала года в Москве недвижимость меньше чем на 4% подорожала. А вот, например, в Питере средняя стоимость метра в новостройках выросла на более чем 14%. В Волгограде и Нижнем Новгороде около 12%, в Краснодаре также Тюмень 9,6%, Уфа 8,5%, Казань и Новый Уренгой более чем на 7% с начала года подорожал квадратный метр. Что происходит? Ну, во-первых, у нас есть обвальное падение рубля и снижение доходности банковских вкладов. Людям хочется деньги куда-то припарковать. Банковский депозит здесь как-то сейчас не очень привлекателен из-за низких ставок. На фондовый рынок эти не все готовы и многие покупают недвижимость, в том числе и для инвестиционных целей. Сейчас, кроме того, был отложенный спрос после ограничительных мер и, конечно же, здесь также играют на пользу очень низкие ипотечные ставки, которые сейчас происходят во многом благодаря мерам господдержки. И вот это все спровоцировало такой приток людей в недвижимости. Но многие эксперты сравнивают эту ситуацию с декабрем 2014 года, когда также были большие проблемы в отношениях с западом. Была девальвация рубля и люди тогда также бросились в недвижимость. Ну, вопрос, конечно, в том, как могут новые ограничительные меры повлиять на цены. Например, в апреле спрос падал очень сильно на новостройки в том числе. Хотя эксперты рынка недвижимости считают, что в этот раз спад может быть меньше, потому что, во-первых, весна была такой хорошей тренировочкой и за период самоизоляции люди освоили заключение сделок в дистанционном формате. Ну и, кроме того, есть льготная ипотека, которая продолжает стимулировать спрос. Поэтому многие специалисты по недвижимости считают, что цены продолжат расти. Ну и несколько ваших комментариев напоследок. В последнем выпуске инвест-шоу, который вышел в четверг, я купила акции компании Electronic Arts в ленивый портфель. Кто-то написал, что хорошая идея, кто-то, наоборот, не поддержал. Давайте зачитаю аргументы против, потому что у нас тут, как вы знаете, демократия. MyTapok пишет. Не очень хорошая покупка. Их игры давно не выстреливали. Если хотели приобрести что-то из игровой индустрии, лучше бы рассмотрели компанию Take-Two. В нее входят компании Tuka и Rockstar, которые делают такие игры, как GTA и RDR. Ну, как вы, наверное, можете судить по мне, я совсем не геймер. Но Take-Two у меня тоже на прицеле, и, возможно, ее я тоже в какой-то момент добавлю. И мне здесь, конечно, очень важен опыт людей, которые действительно в теме и в рынке. Hunter 73 тоже пишет. На Electronic Arts все больше судебных разбирательств в связи с микротранзакциями в играх для несовершеннолетних. Пытаются приравнять их к азартам и ввести в возрастные ограничения. Тоже интересный момент. Александр Рябинин пишет. Кира использовала мою инвестидею. Предлагал в прошлом выпуске ее в народный портфель. Надеюсь, принесет прибыль. Ну, я не вашу конкретную инвестидею использовала. Хотя Electronic Arts у нас действительно наряду со многими другими игровыми компаниями в комментах фигурирует. Шахи Аншельха пишет. Кира, опять? Я только поспать успела, а ты снова программу сделала. Когда успеваешь делать все остальное, в том числе и торговать на бирже? Ну, наверное, мой секрет в том, что я не торгую на бирже, а инвестирую на долгий срок. Поэтому для меня довольно важен как бы ресерч, подготовительная работа перед покупкой активов. Ну, а непосредственно сами операции особенно много времени-то как бы и не занимают. Александр Королев спрашивает. Подскажите, непонятен один момент. Для покупки иностранных акций сначала нужно обменять валюту. Да, все верно. Если вы покупаете их на Санкт-Петербургской бирже, то сначала нужно завести рубли на брокерский счет, купить иностранную валюту. Это можно сделать в том числе и на индивидуальный инвестиционный счет, что дает нам налоговую льготу. Ну, а потом уже вот после покупки валюты покупаем активы. Я просто покупку валюты не показываю, потому что делала это в первых выпусках инвестчоу и стараюсь уже не тратить время. А вот прям бальзам на душу. Антон Киселев пишет. Ив Стокс супер канал. Порой на других каналах вроде полезная информация, но много лишнего. Ив Стокс лучше основного канала Ив. Последние посты меня прямо очень радуют. Красиво оформлены, кратко, важно и выделены. Жирным. Ну, прям нарадоваться не могу, что такой канал появился. Спасибо большое. Нам с командой очень-очень приятно. Ну, еще раз, ссылочка на Ив Стокс в описании к видео есть. Друзья, у меня все на этом на сегодня. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа. И до новых встреч на нашем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok